В этой части выставки представлены куклы, герои некоторых известных произведений. Ну, в частности, вот угадывается зайчик. Это герой из сказки «Алиса в стране чудес». И вот здесь чайная церемония, чай уже налили. А это жених. И судя по букету в руках, собравшийся на свидание, рассказывает заведующая передвижной выставкой Музея Мирового океана Ирина Сычихина. Каждая кукла в этом зале не просто игрушка, а цельный образ со своими чувствами и переживаниями. На этом стенде, к примеру, разместились герои небезызвестных мультфильмов, советских и не только. Это герои, которых узнает, наверное, более старшее поколение. Это вот и Карандаш, и Петрушка, и герои современных мультфильмов Маша и Медведь. Это мультфильм, который очень любят смотреть дети. Знаменитый мультик «Варежка». Есть куклы, сделанные из винтажного плюша. Это мишки. У нас представлена часть выставки несколькими мишками. Это мишки-мальчики, мишки-девочки. Царевна-легушка, восточный принц или артистки цирка. Каждая кукла создается в единственном экземпляре, и найти похожих друг на друга нельзя. Зато можно попробовать создать свою собственную. Авторы работ с удовольствием проведут для вас мастер-класс. К своим творениям мастер-самоучка Екатерина Шишкова относится как к детям. У каждой куклы свое имя, характер и история. За три года работы в коллекции кукловода накопилось около 30 экземпляров. И это с учетом того, что на один уходит около четырех месяцев кропотливой работы. При этом мастеру пришлось стать и декоратором, и художником, и скульптором, и даже модельером. Это ручная работа. Считается, дорогая кукла. Для игры ребенку такую не купишь. Но если купишь, то это очень избалованный ребенок, скажем так. Эта кукла шарнирная, то есть подвижная. Кукла шарнирная, как правило, создается в неуварианте. Ведь ее ценность в деталях, делится секретом Ирина, должна четко прорисовываться каждая часть тела. У бадуарных кукол, то есть неподвижных наоборот, акцент на антураж. Но объединяет их одно – высокая стоимость. У именитых мастеров ценник может доходить до 10 тысяч долларов. И рисовать уметь, и лепить уметь, и шить уметь. Вплоть до того, что делать обувь. На выставке Екатерина представила только одну свою работу, зато очень ценную. Ведь кукла Фрида – ее первая. К тому же она не продается и редко покидает пределы дома. Но в этих стенах проведет целый месяц. Шанс полюбоваться белокурой нимфой у горожан еще есть. Выставка продлится до конца января. Светлана Федорова, Екатерина Калиниченко. Служба новостей. Город.